всем привет наши дорогие мы поедем гулять в старый город мы приехали вышло у нас на 58 лир это что-то невероятное очень-очень узко но они все равно приезжают ковры ковры повсюду ковры мы будем не мы если мы не пройдемся по вот этому ай какой кайф так друзья мои от маяка вот так вот можно дальше пройтись вот сюда подняться выше здесь вот этот ресторан мармали или мермали как он правильно читается вот собственно это и пляж их не вот и пойти дальше и туда я надеюсь у нас это получится с коляской правда тяжело будет но на стену сюда наверх до пошли я надеюсь у нас сейчас все получится поднялись хуешь запахался здесь короче есть бинокль и конечно же прекраснейший вид мармали все двигаемся двигаемся туда дальше здесь есть кукурузки правда он говорит я не понимаю что он говорит так виды виды друзья очень конечно было бы здорово попасть к тому лифту но как-то это сделать я не знаю здесь вот такой вот сквер закрыты кафешечки а вон там вот а вон там вот что-то открыто ой красотища вот видите вывеска мармали ресторан так смотрите здесь из такой вот кафешка мы сразу поднялись и решили купить кокосик нам вот сейчас его вот так вот бабахнут разрежет вот смотрите просто воткнут трубочку а на стен на стен бери ну вот настоящее турецкое блюдо артем ничего красота так пацаны это ни разу не делали наши ну в банках это все не то этот освежат кокос стоит 30 лир ну как вкусно все выпили не знаю там 6 ну вкусненько но очень мало очень мало прям вот пацаны попили все а мне так понюхать осталось кто здесь будет смотрите вот эта палаточка ресторан и здесь сразу слева есть бесплатные туалеты куда вы можете сходить и дальше продолжить гулять по этому замечательному месту путешествие с детьми они такие писать какать кушать хочу кокос мороженое кукурузу я не жалуюсь а он папа молодец ой какой там вид на море чудесный ну-ка давайте-ка посмотрим дорогие друзья что у нас там за вид славик посмотри на тебя со стороны какой вид какой там вид слышите мы столько ступенек преодолели коляска в руках но пожалуй это стоило того потому что здесь сейчас будут открываться великолепнейшие виды которые конечно же я вам покажу да парни сразу обратили внимание сделано из камней из гальки да здесь очень клевая локация сейчас подойдем туда самому краю фонтанчик посмотрите какая чистая вода вот у нас без обид как говорится у нас таких фонтанов нет с такой чистой водой кстати она пахнет очень сильно флоркой здесь из корней деревьев сделаны вот такие скульптуры это конечно поломанная какая-то скульптура а вот эти скульптуры просто идеальные выглядят невероятно шикарно и вот мы снова входим с вами в такую арку с такими вот цветочками вот так вот я думаю будет лучше гораздо видно и все друзья мы подходим к шикарнейшему виду минимум людей вы посмотрите вот мы на этой смотровой площадке вот наша семья и вот еще две семьи все здесь установлены такие красивые лавочки здорово и и вид какой тут вид просто обалдеть запахи какие-то это говном ты думаешь вот насти как говорит пахнет говном может быть животные где-то ходят же много кошек ладно оставим эту тему насладимся видом вот это вот это район канелкты по моему называется достаточно русский район там шикарные горы и живешь прям возле гор и поэтому то кстати тучи и идут чаще дожди какой кайф здесь еще есть вот такая вот видите смотровая площадка огороженная значит стеклом посмотрите здесь если вот это все помыть здесь будет прозрачное дно вот это тут открывается класс подойдем с вами к углу ой она как на угле это смотрите стоять как стрёмно вообще потому что он находится прямо на обрыве гляньте блин мусора конечно много это очень печально прозрачное море вот мы были вон там на маяке кайфа ребятки в комментариях напишите как вам эта локация ухо посмотрите какой цвет моря просто стри на стену вообще-то просто потрясающе потрясающее место вода здесь можно действительно провести я не знаю пол жизни просто на этом обрыве и любоваться и заряжаться энергетики от мы сейчас стоим пока вы видели тайм пластик насенька горит жить я хочу только вот в таком месте куда можно прийти вот полюбоваться вот такими вот красотами я полностью поддерживаю насеньку здесь смотрите есть такая лавочка и растут кактусы и кактусы причем вот такие вот как я не знаю их тропические если можно назвать то тропические очень-очень здорово и интересно и вот на такую вот улочку мы выходим можно идти туда вниз можно идти туда наверх вот насенька видимо выбрала идти наверх значит мы пойдем по ходу наверх полно тут всяких ресторанов конечно вообще на любой вкус на любой наверное даже кошелек цены да наверно как везде цены стиль стиль вообще очень крутой конечно мы продолжаем наш путь красотище красотище я не знаю меня вообще просто нет слов чтоб передать все эмоции гляньте как красиво сделано кафе морское кафе здесь еще одно кафе кстати чуть-чуть по ценам вам покажу вот пари носил какой велосипед велосипед какой любишь фото с великами и да как там атмосферно выкладывают рыбку потрясающе очень-очень клевенькая смотрите еще какие прикольные всякие штуковины сделаны из металла или еще такая типа лампа алладина существу здорово овощи ключи насенька это ключи от твоего сердца машины видите здесь так угоняют магнитики 10 лир в переводе на наши 60 рублей магнит с копейками рюкзаки из ковров это кстати только очень когда не видел тема пошли и очень много ковров и посмотрите здесь целая мастерская ковров ой вы клевенько вообще еще такая музыка и мы в афганистане так а вот еще есть кафе немножко он тоже по ценам покажу я нашел здесь такой смотрите интересный плакат где нарисованы все достопримечательности и указан километраж именно отсюда давайте я вот так сейчас попробую отдалиться чтоб вам было видно нажимайте на паузу ориентируйтесь и вот saldo saldo это вообще как будто сотри как мальдивы турецкие мальдивы каппадокия 548 километров ну на так идешь мандарины гранаты растут еще мандарины это что зеленые наверное тоже мандарины либо апельсины какой кайф а это что а это лимоны нет этот и лимоны смотри желтые это лимоны очень стильное здание гляньте какое второй этаж ставни великолепные обалдеть я не знаю друзья мне центр города зашел просто нового вообще шикарно здесь конечно кайт еще российская проволока колючий артем мы вот с это значит улице вот повернули вот сюда и просто попадаем опять на улицу от которой просто рот открывается и ты идешь вау 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 шикарнейшая как тут смотрятся все эти домики друзья атмосферная не знаю очень надеюсь что камера вам это передаст но не факт потому что здесь очень сильно красиво пацаны кайфуют с этим кокосом надеюсь вы не разобьют на улице где-нибудь обалдеть вот опять всяческая посуда есть видите тарелки мог стать и в лирах 15 лир есть даже такая тарелка часы а это что это что за клуб такой Zeus клуб называется вот еще мастерская ковров ну короче ковров здесь много вы уже поняли самое главное конечно да это вот эти все домики архитектура центра это просто очень круто девушка здравствуйте как у вас дела класс светильнички вот такие вот мы подошли к зданию оно называется кличи то есть это видите такие остатки древнего здания либо части всей крепости да где на первом этаже бутик бутик каких-то рукоделий тарелок фарфора видите какие есть даже такие очень-очень здоровые вот так это выглядит оооо красота да ладно мы с детьми туда заходить конечно не будем не дай бог так мы идем дальше и здесь интересно такое детское кафе всякие чупа-чупсики смотрите по 10 лир шикарно шикарно все в таких цветах ой какой кайф ай да и вот так вот сладости и для деток пацаны короче приорудовали чьи-то байки родион встань да если вы любите фотографироваться вам точно сюда однозначно вообще да вот эти все купите купите вот пойдем посмотрим так и решил зайти значит подержи прикольно кто такой подъезд в турции классно вообще прикольно на самом деле и так вот выходишь с утра из подъезда и и все и пошел гулять такой по этим улочкам и наслаждаться великолепной турции вот так вот посмотрите какое еще место нашли это либо либо отель либо может быть какое-то кафе сделала все свечку классном стиле ваще флаги дружбы народов а это видимо какой-то бар дака техника не трогай как и кайф часики все-таки старинная класс выходим значит с этого заведения и прикиньте здесь стоит и жак лишь планета 3 прикиньте вообще кайф вот не верите планета 3 конечно мы залезли сфотографировались детвора вообще довольно вот я прям сижу так за рулем этого мотоцикла блин прикольно так ходим бродим значит вышли мы вот на такую площадь где полно всяких заведений называется по моему бульвар ататюрк здесь что-то анталия какое-то здание парковка играет музыка впереди шикарнейшие пальмы вот сейчас нам нужно найти где нам покушать вот и заодно вам покажем чтобы им кушать насенька очень хочет рыбку отведать вот и ходим как говорится в поисках чего-то интересного так мы значит зашли вот такое кафе ориентировались потому что здесь сидят прилично местных нам принесли 4 минут меню я вам сейчас покажу по ценам значит давайте быстренько вот так да здесь конечно такое атмосферное место мы заказали рыбу заказали бургеры вот сейчас на все приготовят принесут здесь хорошо и зарядочка можно подзарядиться так нам тут значит принесли им чаем сок и еще какие-то соуса нам принесли красоту это пацанам огромные порции ну ты чё ногами радион туда к маме садись нам подъехала и до это мои макароны я говорю где же я еще макароны прям как не в турции и вот насина рыбка сембасик порция картошки ну классно покажу вот такая вот подача так нам принесли счета ты такой вот копилки копилки шкатулки 200 я жгру и так посчитала 250 лет 250 лир грубо говоря будем оплачивать карты наши пацаны неважно где они находятся всегда едят этот десерт парни парни что вот так вот мы значит поужинали в комментариях пишите как вам цена по мне так достаточно дешево учитывая что принесли большую рыбу сибаса у нас наверное за эту цену было бы грамм 100 и наверное рыба вышла бы ну x3 точно да и в принципе порция бургеров вы сами видели я вас приглашаю еще погулять вечерочком и будем как говорится закругляться еще раз вам покажу этот вид прекрасный вечером фонарики уже зажглись и по-моему маяк уже даже подсвечит смотрите зеленым видите вид роскошный я не знаю отсюда просто неохота уходить вообще и он стоит такой смотрит на свои владения до так это в общем настенька рассказывает про сериалы сулемана турецкий она очень много их смотрела решили знаете что сделать сейчас спуститься снова вниз как бы поднимались но вниз это не вверх и пойти в этот стеклянный лифт панорамный поднимемся на нем и и вам покажем надеюсь я очень надеюсь что там будет также свободно как и сейчас здесь на всех топовых локациях еще хочу хочу сказать знаете что вот у нас в россии мода на курение отходит здесь курят все и женщины и мужчины и для меня ладно как бы мужик курить но когда курит женщина это вообще а тут же они еще мусульмане и они все сидят в кафе там наяривают для меня конечно эта тема непонятна здесь в общем друзья вечером своя атмосфера мы уже спустились оттуда перешли на эту сторону и даже уже нашли этот лифт я надеюсь он будет не заляпанный высокий панорамный сейчас конечно вместе с вами и посмотрим очень надеюсь что там не будет людей как в банке в шпротах улочки в они мы уже ходили не все так подсвечивается подсвечивается так а вот по ходу и лифт радион стоит осторожно отходи отходи все не надо нажимать ничего чего что лифт закрывается до 1000 что лифт закрывается Я бы рад был, мы верим. Я верю, мы верим, верим. Наш что-то мал. Как вверх. Ты не смог. Как тебе садиться. Я не смог. Алло. Ладно. Ты прослался, мама, я могу сделать это Dir even. Ты более маленький. Что? Садик, я сейчас больше не знаю. так открывается выходим жикс и конечно мы да иди сюда носит и конечно мы сейчас пойдем на смотровую артем иди сюда когда побежал да тут уже открывать совершенно другие виды просто нет артем бинокль нет монет здесь получается эти с высоты вид на ту сторону то есть мы были вот здесь вы тут ходили туда поднимались вот так вот вам все показывали а здесь вот по-другому как мечеть такая друзья красотища все друзья мои я буду с вами прощаться мы будем сами прощаться я очень надеюсь что вам понравился центр тут понравился выпуск поддерживайте лайком комментариями и конечно же делайте репост свои социальные сети наша задача сейчас также найти кнопочку вызвать такси и отправиться уже непосредственно домой отдыхать мы сегодня конечно устали получился такой достаточно большой съемочный день всех обняли пока и а Продолжение следует...